Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых площадках, рынках и продолжаем говорить и разбирать ключевые фундаментальные события, которые воздействуют на динамику финансовых активов. Предлагаю сразу начать с излюбленной нефти, которая снижается, находится под серьезным прессом. И хочется верить мне, друзья, что вы все-таки заработали на этом нисходящем движении, потому что, на мой взгляд, оно было крайне предсказуемо с учетом тех рисков, которые мы вместе с вами и со всеми прочими трейдерами обозначили. Я считаю, что сейчас уместно снова вспомнить статистику, обратиться к ней, потому что статистика, посвященная как раз самому факту распространения китайской коронавирусной инфекции. Количество инфицированных заболевших 43 108, это актуальные цифры вот на текущий момент. Количество летальных исходов, друзья, перевалило за 1000, поэтому мы можем сейчас уже точно сказать, что сравнение с атипичной пневмонией 2003 года уже неуместно, потому что этот вирус по последствиям превзошел последствия вируса атипичной пневмонии. Почему снижается нефть? Потому что нефть очень сильно завязана на перспективах мирового экономического роста. И сейчас совсем уже очевидно, что такого рода эпидемия, она приведет к замедлению темпов экономического восстановления всей мировой экономики. Касательно нефтянки, мы с вами очень много говорили про именно спрос со стороны Китая. Китай это лакмусовая бумага, вообще потребление всех сырьевых инструментов. Спрос на нефть снизился больше, чем на 3 миллиона, это 20% всего потребления ведущего, скажем, локомотива среди развивающихся стран. Поэтому главный, наверное, вывод, который сейчас стоит сделать, рынок нефти лишился долгосрочного триггера роста. Это стабильного спроса со стороны КНР. Вспышка, друзья, продолжается, пик еще не проден, соответственно, негативные последствия они будут лишь накапливаться, оказывая еще более разрушительное воздействие на показатели спроса на углеводороды. А отсюда, друзья, вытекают, опять же, ожидания того, что бренд, раз уж претендовал буквально накануне на то, чтобы приблизиться к уровню 50 долларов за баррель, сохранит, опять же, шансы добраться до этого уровня. Важно отметить, что вчерашние распродажи последовали после того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения характеризовал текущую эпидемию как пандемию, отметив то, что текущие цифры показатели – это лишь верхушка айсберга, и дальше, друзья, будет только хуже. Нет сообщений о вакцине, я думаю, что в ближайшее время такой информации не появится. Страны ОПЕК пытаются сейчас сделать, чтобы все-таки поддержать стабильность ценовой конъюнтуры на рынке нефти. Что они могут сделать? Они могут снизить объем нефтедобычи. Технический комитет рекомендовал снизить уровень добычи еще на 600 тысяч. Теперь все зависит от министерств, которые непонятно когда соберутся. Ну, официальная сейчас дата 5-6 марта, хотя есть информация, что могут собраться и раньше. Вчера на вебинаре, друзья, мы говорили, достаточно ли будет мер ОПЕК, снижение дополнительного на 600 тысяч, чтобы, опять же, лишить именно нефтянку вот этого фактора распродаж и поддержать именно стабильность спроса и предложения. Они пришли к выводу, что нет, нужно снижать добычу больше, чем на 1 миллион. Но на это, конечно же, не пойдут. Потому что даже текущего сокращения потенциального на 600 тысяч эту инициативу в штыки восприняла Россия, которая взяла паузу, чтобы обдумать, каким последствиям для российской экономики приведет к снижению со стороны России дополнительного производства. Ведь вы все прекрасно понимаете, друзья, что если нефтедобывающие регионы вынуждены сокращать добычу, это фактически решение отказаться от значительной доли прибыли. Следим за развитием событий. Сейчас на рынке преобладает общее нежелание трейдеров рисковать. Мы говорим о последствиях распространения коронавирусной инфекции в том же самом негативном ключе, поэтому сохраняем короткие позиции. Доллар иена 109.89. Здесь стоит отметить, друзья, наверное, вопрос на засыпку, растет ли доллар в данный момент. Конечно же, он растет. Если вы сомневаетесь, посмотрите на динамику индекса доллара, который сейчас уже находится на уровне 98.73, если сентябрьские максимумы. И дальше будет выше. Я думаю, что мы сможем в ближайшее время увидеть индекс американской валюты в районе сотки. Индекс доллара американская валюта растет благодаря своим защитным свойствам, благодаря сильным макроэкономическим отчетам от активности АСМ в производственном секторе и сфере услуг до рынка труда, который мы разбирали накануне. Сегодня состоится начало, скажем, двухдневного выступления Паула с полугодовым отчетом в Конгрессе. Напомню, что год назад, когда отчитывался, два года назад, когда отчитывалась Джанет Йеллен, мы, собственно, получили очень серьезный триггер слабости для американской валюты. Сейчас ситуация может быть совершенно иной, потому что Пау, как вы знаете, буквально в конце прошлого года взял уже установку и курс на выжидательную позицию и притормозил, опять же, со снижением процентной ставки. Если мы поймем в ходе сегодняшнего выступления Паула, что ФРС не будет возвращаться к активной политике печатания денег, то, соответственно, у доллара будут еще дополнительные такие фундаментальные, национальные, макроэкономические стимулы для того, чтобы усилить рост риску. Разумеется, придется не сладко. Евро против доллара 1.0911. Мы снижаемся, друзья, надеюсь, что вы в коротких позициях. Вот-вот будет также сентябрьский минимум 2019 года. Я уверен, что евро закрепится ниже уровня 1.09. На основании последних данных по промышленному производству, тотальный спад во Франции, Испании, Италии, Германии, в пятницу нас ждут очень слабые показатели по темпам экономического роста. Фонд против доллара 1.2913. Цель 1.2850, друзья, сохраняется. Сегодня в 12.30 выйдут данные по темпам экономического роста. По прогнозам, квартальный рост может составить всего лишь 0%, по сравнению с прошлым восстановлением на 0,4%. Также данные по промышленному производству. И выступление главы Банка Англии Марка Карни в парламенте Великобритании. Сегодня в 18.35 по московскому времени. Я допускаю, что Карни будет щедро на комментарии готовности стимулировать экономический рост через снижение процентной ставки. Это должно оказать соответствующее влияние на настроение трейдеров и спровоцировать еще большее нисходящее движение фунта. Австралиец против доллара 0.6710. Друзья, я поставил отложку селлимит с уровня 0.6750 и готов, если этот уровень будет слизан, войти снова в рынок в расчете на отработку прежних негативных последствий на австралийскую экономику и влияние вируса и, разумеется, лесных пожаров. Новозеландец против доллара 0.6390. Сейчас курс рекомендую к откосочную короткую позицию, продажу. Завтра утром Резервный банк Новой Зеландии будет пересматривать процентную ставку. Я думаю, что ее оставят на прежнем уровне 1%, но снизят прогнозы экономического роста. И вот на этом можно будет прокатиться, взять профит там поближе уже к уровню 0.63. Доллар-канданец 1.3297 топчется на месте. Нам нужно, чтобы нефтянка пошла еще ниже, она пойдет, и тогда мы доберемся до ранее выставленного профита, тейк-профита на уровне 1.3370. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.